Я надеюсь, что среди участников есть и учителя английского языка, и родители, чьи дети изучают его, потому что мне хотелось бы провести сегодняшнее занятие не столько в режиме лекции, что достаточно типично для нас, но и немножко в режиме мастер-класса. Поэтому попробуем новый формат. В тот раз было много вопросов относительно Русской ассоциации чтения, поэтому я еще раз показываю наш слайд о том, что мы являемся межрегиональной общественной организацией с 1996 года. Наша цель распространения чтения грамотности, воспитания компетентного читателя и от всех других общественных организаций мы отличаемся тем, что мы полидисциплинарные. То есть у нас специалисты разных областей знаний, эксперты, любители чтения. Мы являемся членом всех международных организаций, которые связаны с чтением в той или иной степени с ними сотрудничаем. У нас 30 отделений в России, и мы проводим свои проекты международные и национальные, и поэтому на самом деле все, что я вам буду говорить, в той или иной степени подтверждено экспериментально. Сегодня мы поговорим с вами о мотивации к чтению на родном и иностранных языках, их взаимодействию и помощи друг к другу. Вспомним основы обучения чтению на иностранных языках. Я расскажу про некоторые новые направления. Коснусь немножко чтения с листа и экрана на иностранном языке. И в ходе нашего занятия будут некоторые подсказки для родителей. Я обращу ваше внимание, на что нужно обращать, когда ваши дети изучают английский язык. Семь правил мотивации к чтению достаточно давно известны, и они уже опробированы. Я их напоминаю для тех, кто может быть знает или не может их точно воспроизвести как семь правил. Поэтому скорее это не новое, а те известные фоновые знания, которыми, я надеюсь, вы все обладаете. Первое – это необходимость связи с жизненными потребностями. Именно это определяет то, что мы начинаем приобщать к чтению с современной литературы. Потому что особенно подростки любят читать про себя и про то, что сейчас происходит. И для них именно современная литература представляет большую ценность. С другой стороны, мы медленно движемся по направлению к классической литературе, потому что там собраны все те ценности, которые мы хотим передать другому поколению и на национальном, и на межнациональном уровне. Постепенно таким образом мы воспитываем самостоятельность чтения, которая является одной из характеристик компетентного читателя. Второе правило – это свободный доступ к материалам. И вот здесь очень большую роль играет домашняя библиотека. Если вы знакомы со всеми исследованиями в области чтения, будет это ПИЗА, ПИЗА, любое другое, то везде всегда считается количество книг, которые имеются в домашней библиотеке. Минимальной нормой считается 100 книг. Ребенок, когда он растет, должен иметь доступ к каста книгам. Если у ребенка нет дома доступа к каста книгам, то есть он не может их полистать, посмотреть, почитать, то это считается недостаточной средой, которая нужна для формирования читателя. Дальше свободное чтение не только дома, но и в учебном заведении. Мы всячески распространяли разные приемы организации чтения в учебном заведении, поэтому я думаю, что счастливы те дети, у которых в школах сохранено внеклассное чтение, еще лучше тем, кто учится, и у них есть так называемый час чтения. Во всяком случае, школы имеют достаточно большое количество приемов организации чтения школьников. Второе – это выбор материалов для чтения. И здесь, конечно, связь школы и библиотеки играет самую большую роль. Как родители, вы должны всячески способствовать тому, чтобы ребенок посещал как можно большее количество библиотек, пользовался школьной библиотекой, ходить с ним в районную библиотеку, с тем, чтобы он привык сам ходить в библиотеку так, как мы ходим в любое другое учреждение, необходимое нам. Дальше социальное взаимодействие. Я остановлюсь только на двух. Социальное взаимодействие – это очень большой кусок взаимодействия, который вообще окружает нас. Но нам необходимо, по крайней мере, обсуждение прочитанного дома. Все, что прочитал, считается, что если книга не обсуждена, она почти не прочитана. Особенно это касается детей и подростков. Причем это обсуждение должно быть и в учебном заведении, и на работе, и дома, и везде. Ведь не случайно клубы чтения или кружки, на которых элементарно люди собираются поговорить о книгах, пользуются большой популярностью. И когда-то мы вели такие занятия и на фирмах, и в библиотеках, и во всяком случае, всячески нужно способствовать тому, чтобы они возрождались. Ситуация переживания успеха. Вот обязательно нужно хвалить человека за то, что сколько он прочитал, как он прочитал. Для одних решение читательской задачи трудное, еще труднее, самая трудная задача является тем необходимым стимулом, который делает его читателя. Для другого, вообще, то, что он становится лидером чтения, есть такая программа лидера чтения, на самом деле является компенсаторным механизмом тому, что человек является лидером, скрытым лидером, но, предположим, он не очень хорошо учится. Так вот, это лидерство он будет проявлять в чтении. Не важно, за какую струну вы заденете, но у человека, который растет, должно быть чувство связи его успеха в жизни с чтением. Тогда он растет как действительно настоящий хороший читатель. Ну и, соответственно, вот всяческие поощрения, я уже назвала лидеры чтения, неформальное лидерство. То есть это должны, если мы говорим про учебные заведения, быть, самые разные формы поощрения должны использоваться. Какими мы обладаем сегодня ресурсами для того, чтобы мотивировать подрастающее поколение к чтению? Ну, первый ресурс, это понятно, это читающие родители. И на сегодняшний день, когда школа во многом отдала эту функцию приобщение к чтению именно родителям, то приобретает очень важное значение, в какой семье растет, формируется читатель. Вот до, по существу, прихода в первый класс. И по мере его обучения в школе. Настоящая беда сегодняшнего дня – это не чтение родителей. Мы провели специально небольшое исследование, предложив ответить на некоторые вопросы с родителем. 90 из них только стали отвечать на вопросы. 10 человек вообще сказали, что ничего про чтение они не знают и говорить на эту тему не будут. Вот посмотрите, значит, из тех, кто отвечал на вопросы, кто вообще приходит на родительские собрания, это в основном женщины. Мужчин из этих 90 человек было всего 13. Как правило, это люди с высшим образованием. То есть у нас большинство родителей имеет высшее образование, и только 21 человек был со средне-специальным образованием. Так вот, среди всех родителей у нас получилось три группы. Активные читатели в настоящем, активные читатели в прошлом и не читатели. Я не буду говорить про первые две группы. Я хочу привлечь ваше внимание к не читателям. Не читателей оказалось 33%. И все учителя просто плачут от того, что вот на сегодняшние родители, молодые родители, которые привели детей в школу, это наше поколение 90-х годов. Так вот, по существу, это второе не читающее поколение. Поэтому на них нужно обращать самое большое внимание и максимально делать все то, что только возможно, чтобы дети, не читающие родители, стали читателями. Хочу показать вам ответ на вопрос в нашей анкете, как ответили не читатели родителей. Первый вопрос был, какая книга повлияла на них. Вот видите, один человек, в одном случае три человека написали Библию. Но я думаю, что это не так, но тем не менее. И вот в основном нет ответа, нет ответа, нет ответа. То есть они ничего не хотят обсуждать, они ничего не могут рекомендовать. И в общем, а вот посмотрите, какая же книжка повлияла. Это вот уровень читателя родителя 90-х годов, Тимур и его команда. Вот это единственная книга, которую папа вспомнил из своего детства. Больше он не помнит ничего. Ресурс второй. Это уже более серьезный ресурс. Это учитель-предметник. И здесь, конечно, на сегодняшний день мы обсуждаем возможные дополнительные требования к учителю-предметнику в области чтения учебных текстов. Это, конечно, необходимость всех учителей, не только учителей русского языка, литературы или учителей начальных классов, владеть приемами, техниками, стратегиями, работой с текстом по своему предмету. Уметь привлекать научно-популярную и художественную литературу по своему предмету – это очень важно, потому что когда идет ориентация в средних классах, в пятый, шестой, седьмой класс уже на, скажем, гуманитарное или, естественно, научное направление, перед тем, как детей будут распределять по разным классам, то, конечно, нужно, чтобы учитель любого предмета, по мере того, как они появляются, физики, химики и так дальше, биологии, истории, давали детям какое-то направление с тем, чтобы они читали не только научно-популярную, но и художественную литературу по своему предмету. Это очень важно для становления читателя. Ну и, конечно, владеть непосредственно приемами повышения мотивации к своему предмету. Здесь идет речь и об организации совместно разделенной деятельности на уроки, и свободный выбор литературы, и ориентация проектов, которые делают не родители, а дома, на их работу в школьной и публичной библиотеке, ну и многое другое. То есть мы знаем все эти приемы, но в силу того, что их слишком много, и мы все время говорим, что дети слишком загружены, потому что у них маленькая самостоятельность, то всю эту работу выполняют родители, и она, конечно, проходит на 80% мимо детей. Ресурс третий – это подготовленный выпускник педагогического вуза. Здесь, я надеюсь, что есть в нашей аудитории преподаватели педагогических вузов. Вот я просто собрала те ожидаемые компетенции в области чтения, которыми должен овладеть выпускник учебного заведения, будущий педагог. И здесь, конечно, не только различные приемы работы с текстами по своему предмету, но и умение составлять круг чтения, организовывать читательскую среду учеников, владеть приемами приобщения к чтению, уметь развивать мотивацию, техники тестирования качества чтения учащихся и приемами помощи слабочитающим ученикам. Все это очень важно. Мы не можем откреститься и сказать, что вот я это объяснила, а пусть они дальше сами читают, как хотят, и работают с учебником, как хотят. Нет, к сожалению, так не получается. Мы имеем не читателей, не умеющих самостоятельно учиться, и это очень большая проблема. Теперь, рассматривая чтение на родном языке и на иностранном языке уже профессиональной деятельности. У нас было достаточно большое исследование, вот я показываю только один кусочек из него, оно касалось уже тех людей, которые работают. И мы посмотрели, насколько востребовано чтение в их профессиональной деятельности. И с уверенностью можем сказать, что оно востребовано. Вот здесь две группы представлены. Это было два года. То есть, первое исследование было 13-14 год, второе исследование было 17-18 год. Тем не менее, и чтение на родном языке, вот это вот чтение на родном языке, и чтение на иностранном языке, маленькие квадратики, первая и вторая группы, они востребованы. То есть, и в том, и в другом случае, когда люди приходят на работу, а им необходимо умение читать. Как читать? Вот посмотрите на виды профессионального чтения, которыми пользуется современный человек. Во-первых, им необходимо чтение, сканирование про себя с экрана. Очень большое количество материалов читается с экрана. И это, собственно, не столько чтение, сколько сканирование. Сканирование – это напоминает больше работу с информацией текста, нежели, собственно, процесс чтения. Необходимо и медленное, часто его называют корректорским чтением про себя. Но если мы говорим про юристов, если мы говорим про других офисных работников, они читают документы с листа и с экрана, проверяя там каждую букву, каждое слово. Необходимо и обычное чтение с листа и с экрана. Это, как правило, профессиональная пресса, читают они про себя. Но иногда приходится прибегать к чтению слух для проверки составленного, особенно самостоятельно написанного текста. И, конечно, всем необходимо скемирование, то есть когда они определяют, нужно ли читать или не читать, проглядывая текст. И единственное, что им нужно понять, о чем текст, и принять это решение. То есть вот все виды чтения, которым учат в учебных заведениях, они на сегодняшний день востребованы. В разной степени, в разных специальностях по-разному, но востребованы все. Теперь непосредственно перейдем к обучению чтению на иностранном языке. Общее правило обучения чтению звучит так, что мы при обучении повторяем путь человечества, которое училось читать. Поэтому так же, как и человек читающий, мы начинаем учить чтение вслух. То есть это может быть сначала декламация, дети читают какие-то стишки, так же, как и первый человек читал папирус. Затем мы переходим на выразительное чтение, или сейчас мы говорим коммуникативное чтение. То есть мы формируем чтеца человека, который может вслух прочитать текст. Затем медленно мы переходим на чтение про себя, или раньше его называли еще умное чтение. То есть из чтеца мы медленно начинаем формировать читателя, тот, который может держать текст в голове. Сразу оговорюсь, что механизм чтения, что на родном, что на иностранном языке, он един. Понимаете, механизм. Если вам говорят читать, вы понимаете, что делать. Вы не берете ложку и не начинаете двигать ей к рту. То есть вы понимаете, что нужно водить глазами по строке, у вас активизируются механизмы памяти, мышления, вероятностного прогнозирования и так дальше. Не важно, на каком языке предложен вам текст. Теперь, конечно, в иностранном языке, как в большей степени, чем в родном, роль играет фоновая информация. Правило то же самое. Чем больше вы знаете по этому предмету, тем лучше вы понимаете. Есть очень известное исследование американских ученых, которые определяли роль фоновой информации. Там английский родной язык. Один и тот же текст читали шестиклассники и десятиклассники, то есть разрыв в три полных учебных года. Но шестиклассники читали текст после того, как они изучили какую-то тему, владели фоновой информацией, и им был предложен научно-популярный текст, вот непосредственно связанный с той темой, которую они только-только изучили. И они прекрасно с этим текстом, достаточно трудным текстом, справились. В десятом классе тот же текст, не тот же текст, извините, другой текст предложили, но на ту же тему, но в ситуации, когда тема давным-давно забыта, никто про нее ничего не знал, и для них текст был абсолютно новый с точки зрения содержания того, о чем там говорилось. Они прочитали текст этот даже хуже шестиклассников. То есть они показали роль фоновой информации, которая содержится в тексте. Есть второе правило. Чем дальше читатель отстоит от писателя, тем хуже он его понимает. Вот на этом правиле как раз и основано то, что нам трудно понимать литературу, которая написана век и два, и три назад. На этом же правиле основано наше понимание, кто такой любимый писатель. Вы часто говорите любимый, потому что я его понимаю. Вот мне близко каждое слово, которое там написано. Близок его образ мыслей. Поэтому понимаете, что иноязычный писатель для нас всегда труднее, чем писатель наш родной. Потому что мало, даже если мы читаем переводную литературу, потому что между нами стоит и язык, другой язык, и другая культура, и переводчик. Поэтому чтение на иностранном языке, в общем, это достаточно серьезная умственная задача. Остановимся на несколько традиционных направлениях обучения, которые присутствуют в любом учебном заведении, начиная с начальной школы. Звукобуквенные отношения. То есть отношения между... И затем буквозвуковые отношения. Для того, чтобы любой человек начал читать, нам необходимо установление устойчивых связей. Оно обязательно для всех. Усвоенные звукобуквенные отношения составляют основу чтения по слогам. В английском языке слово может быть записано буквами, может быть записано звуками. Запись в слово называется транскрипцией. Транскрипция непосредственно связана с фонетикой. И при записи в транскрипции или даже записи буквами очень часто мы ставим ударение. Правило ударения, в отличие от русского языка, в английском сформулировано. Оно, как правило, в двухсложных, естественно, словах приходится на первый слог, а в трехсложных тоже, потому что правило звучит на третий слог от конца слова. Поэтому если в слоге семь слогов, то там будет два ударения. Третий и первый, соответственно. Вот хочу на этих первых трех направлениях обучения остановиться, потому что на сегодняшний день, значит, когда оно создавалось для иностранного языка, тогда в нашей стране все дети начинали учить иностранный язык, начиная с пятого класса. К пятому классу, это были 60-е годы, к пятому классу дети заканчивали начальную школу, они хорошо умели читать на родном языке, и поэтому они одолевали вот эти два новых алфавита. Они одолевали на иностранном языке алфавит буквенный и алфавит звуковой. Вот этот процесс обучения именно техники чтения, это называется техника чтения, длился в советской школе с пятого класса в течение целого учебного года. То есть пятый и даже первая четверть шестого класса в той или иной мере были посвящены технике чтения. Затем у нас появились специализированные школы, и вот это все просто перенеслось, было переведено на второй класс, то есть вся та же процедура сохранялась. Дети учили два новых алфавита. Но когда они учили два новых алфавита, то это были второклассники, а то и первоклассники, они еще плохо умели читать на родном языке, в некоторых случаях они еще изучали и правила чтения на своем родном языке, поэтому это все было достаточно трудно. А поскольку это трудно, то начали потихоньку освобождаться от вот этого звукового алфавита, от транскрипции. И за счет того, что в специализированных школах учились дети отобранные, то есть явно у которых были какие-то специальные способности в области иностранных языков, или у них была возможность иметь дома помощь, каким-то образом с этим справлялись. К чему я это все говорю? К тому, что в очень многих современных учебниках вот эта часть вообще выброшена. То есть на самом деле кое-как показаны звукобуквенные отношения, причем в очень быстром темпе. Транскрипции нет вообще. Так ужас еще заключается в том, что детям разрешается, а то и является нормой, запись транскрипции иностранного языка русскими буквами. Что мы получили, это началось все в 90-е годы. Что мы получили на сегодняшний день как результат? Мы получили, что у нас целое поколение людей, которые, а, не умеют читать вообще, потому что вы понимаете, что когда они видят эти значки, они не могут произнести этого слова. И естественно, они не могут пользоваться словарем, они не знают, как оно читается. Они уродуют эти слова. Естественно, никто не понимает, что этот человек хочет сказать. А самое главное, любое незнакомое слово, а таких у нас 90%, они прочитать не могут. Поэтому на самом деле все попытки справиться с текстом уже во взрослом возрасте, даже в студенческом возрасте, приводят к тому, что они что-то могут сказать, но мы вынуждены начинать учить их читать с самого начала. Продолжаем. Здесь красным выделено, что скорость и качество устанавливаемых отношений прогнозируют читательское развитие ребенка. Это подсказка для родителей. Вот насколько легко ребенок устанавливает вот эти звукобуквенные и буквозвуковые отношения, должно вам показать, насколько ребенок быстро и легко будет развиваться как читатель. Просто в родном языке эти отношения устанавливаются легче. И иногда это завуалирует на самом деле многие проблемы. А вот когда это иностранный язык, опыта нет, то здесь уже непосредственно работают все связи, к которым нужно обращать внимание. До какой степени нам необходимо узнавание значений слов? Да ну, до уровня навыка, то есть до автоматизма. Теперь я вам привожу просто количество лингвистической информации в одну фиксацию. Это то, что ребенок получает. Какое количество у него регрессивных движений, то есть как часто он возвращается к началу строки и перечитывает слово еще раз. Вот норма при обучении 12% и 80% слов в любом тексте он должен понимать и знать в конечном итоге для того, чтобы произошло понимание текста. То есть 80% слов должны быть ему знакомы. Он должен владеть этим словарем. И еще раз повторяю, отсутствие обучения буквозвуковым отношениям, неумение прочитать новое слово, пользоваться словарем, приводит к тому, что люди не умеют читать и бросают это занятие. То есть учить этому обязательно. Чтение развивает тезауру с человека. Знание слов необходимо. Чтение является тем видом деятельности, которое помогает пониманию текста. Я хочу показать вам реально те данные, которые на сегодняшний день существуют. Значит, если мы говорим про английский родной язык, то выпускник школы владеет 40 тысячами слов. И вы понимаете, что это недостижимый уровень для обучения английскому иностранному. В советское время у нас норма в школе была 5000 слов. И до 20 тысяч, это и активный и пассивный словарь, то есть который узнается и который используется, 20 тысяч. То есть в реальности именно по объему словаря достигнуть профессионального уровня владения иностранным языком неимоверно трудно. И в этом направлении как раз обильное чтение литературы помогает достичь этих 20 тысяч слов, которые нам необходимы для того, чтобы иметь профессиональный уровень владения. Здесь, конечно, небольшое количество терминологии вашей профессиональной лексики, но и достаточно большой объем обычных слов. Значит, направление расширения словаря при чтении. Здесь два направления. С одной стороны, есть поиск слов в словаре. Но вы сами понимаете, что если вы будете искать каждое незнакомое слово в словаре, то процесс чтения тормозится и иногда вообще разрушается. То есть это то направление, которое изучающее чтение, которое, конечно, оно рекомендуется для ключевых слов и понятий. Но тогда, когда вы посмотрели слово в словаре, оно лучше запоминается. То есть для работы со словом такой вид чтения, изучающего чтение со словарем, нам необходим. Нормальное же, обычное чтение. У нас идет контекстное понимание. И как бы мы используем смысловую догадку и угадываем значение, возможное значение слова или адаптируем то значение, которое нам необходимо. Такое чтение эффективно. Оно развивает словарь. Но когда, конечно, известны базовые значения слова. Какое-то слово, вы знаете, два-три значения. Оно, предположим, здесь употреблено в четвертом значении. Но, во всяком случае, вы точно, совершенно можете, ориентируясь на смысловую догадку, понять, о чем речь. Вторая подсказка для родителей, что именно обильное чтение доступной литературы, я акцентирую слово доступной литературы, развивает и понимание текста, и развивает словарь. Это относится и к родному, и к иностранному языку. Но здесь, конечно, вы должны определять читабельность текста, то есть насколько он соответствует владению языка, жанр, возраст, гендер. Все вот это должно быть учтено. Лингвистические знания. Морфология, грамматика, морфология, дискусс. Ну, знание грамматики, синтаксиса и понимание предложения – это общее место, корреляция высока. Мы понимаем, что если мы не знаем грамматики, понять, о чем текст, невозможно. Это тот скелет, на котором строится язык. Морфологические знания части слова – то же самое. Вы можете знать корень, и зная, каким образом оно работает в языке, естественно, вот здесь уже у вас будет работать смысловая догадка. Вот новое направление в понимании – это дискусс. Это вот слова, сигналы организации текста, устройчивые структуры начала или конца текста. Если мы видим «once upon a time», мы понимаем, что это начинается сказка. Если мы видим в конце «in conclusion», мы понимаем, что мы читаем с вами научно-популярную статью. Ну и совсем новое направление, ну как новое, порядка последних 10-15 лет – это когда мы говорим о стратегиях чтения и понимания текста, причем распределяем их на те стратегии, с которыми мы работаем перед началом чтения. То есть в основном они все зиждутся на прогнозировании, на механизме вероятностного прогнозирования содержания в зависимости от определенных ключевых точек. Собственно, чтение, на чем держится, мониторинг, понимание, то есть отслеживание того, как я понимаю, что я не понимаю. И последнее – это, собственно, пост чтения, когда мы устанавливаем отношения между вопросами и ответами, что помогает нам правильно контролировать себя, понимаем ли мы текст. Вот сейчас мне очень хотелось бы попробовать хотя бы кратко провести чтение вслух и чтение про себя. Одна из стратегий, которая нравится всем учителям и родителям, это чтение в кружок. Я сначала ее объясню, а потом мы вот просто с вами немножко попробуем на одном тексте. Значит, сегодня мы говорим с вами о том, что нам необходимо смысловое чтение про себя. То есть беглое чтение в нормальном темпе с пониманием текста. Вот этому пониманию текста при обучении вслух, вы помните, это у нас первый этап понимания, нужно учить с самого начала. Значит, как мы это делаем? Берется текст. Ну, я покажу классический вариант, учителя там его немножко меняют, потом я скажу как, но классический вариант. Текст или книга с текстом только в руках учителя. И он всегда начинает читать. У всех остальных текст закрыт, что они должны слушать. Вот здесь сразу отклонение. Некоторые учителя считают, что поначалу должно быть чтение на слух. То есть ученики смотрят глазами на этот текст и слушают, и читают. И это им очень помогает. То есть книги открыты, и это у нас называется чтение на слух. Это уже вы сами выбираете, в зависимости от того, с каким классом вы работаете. Но суть заключается в том, что я читаю, и все, кто меня слушает, задают мне вопросы, чтобы проверить, понимаю ли я то, что читаю слух. После того, как я прочитаю первый абзац, вот я всегда начинаю, вы мне задали вопросы, я ответила на эти вопросы, я отдаю книжку или свой текст другому ученику, ну, тот, кто сидит в кружок, или там, кто первый сидит на парте. Но если книги открыты, если вы играете с вариантом, когда книги открыты, то вы просто назначаете, кто следующий читает. И точно так же, один человек читает, и он же отвечает на вопросы. Потом следующий абзац текста передается следующему человеку. И таким образом, все время, тот, кто читает, он знает, что он читает с пониманием, потому что его спросят, насколько хорошо он понял этот текст. Когда я начинаю читать, то я иногда, конечно, детям подыгрываю, если это, ну, собственно, неважно, любым обучающимся подыгрывают. То есть, когда мне задают вопросы, я на какой-то вопрос обязательно на один отвечу неправильно, с тем, чтобы проверить, а они-то вообще слушают мой ответ или нет. Ну, так вот, давайте попробуем. Значит, я сейчас прочту, тут у меня зашифрован первый абзац текста, я его сейчас прочту по-английски, я надеюсь, учителя английского языка здесь есть, и вы вслух для себя зададите мне какие-то вопросы. Я их не услышу, вы можете их написать, но мы сейчас с вами проиграем, а потом уже вернемся к вашим вопросам. Итак, я читаю, вы меня слушаете и задаете мне вопросы. Вот я прочитала первый абзац, вы задаете мне вопросы. Понимаю ли я, что я прочитала? Я смотрю, будет ли кто-нибудь мне писать эти вопросы, или мы пойдем все-таки дальше. Ну, как будто вы мне задали вопросы, и я как будто на них ответила. Дальше читает следующий. У этого человека открыт текст, остальные слушают и задают вопросы. Понимает ли он, что читает? Ну, и этот абзац я тоже прочту, а вы читаете, но можете читать вместе со мной. As they traveled, the explorers gained a great deal of information through the difficult process of trying to communicate with native Americans they met. Their journals were filled with the words such as skunk, hickory, squash, raccoon, and a possum, which are native American terms for plants and animals. Как будто вы мне задаете вопросы, и я на них как будто отвечаю. Читает третий человек. Он открывает текст, остальные слушают и задают вопросы. Понимает ли то, что он читает? After their return in September 1804, Lewis and Clark reported to President Jefferson and their journals were eventually published. Значит, вот здесь написаны возможные вопросы, которые вы, наверное, задали. Задали. Who explored the territory? When? Where? What was their goal? What else did they write down? Who did they communicate with? What did they learn from them? How long did the journey last? Who did they report? What happened with their terms? Значит, если вы задали такие вопросы, вы молодцы. Я вас хвалю за это. Я вам сказала, что среди стратегий постчтения одна из самых важных является умение правильно задавать вопросы. Я хочу вас познакомить с докторской диссертацией Таффи Рафаэл, тот же американской ученый, которая придумала вот эту замечательную стратегию, которая реально учит пониманию текста. Она называется «Отношение между вопросом и ответом». Будучи ученицей, не боюсь этого слова, достаточно известного и очень сильного ученого Давида Персона, она как раз, а он представляет у нас когнитивный подход в образовании, она как раз и сказала, что большинство приемов обучения пониманию строится на позиции, что учитель знает ответ и он своими наводящими вопросами подсказывает ученику, к какому ответу ученик должен прийти. И вот использование ЕДИ только одной вот такой вот стратегии приводит к тому, что ученик старается не столько понять текст, сколько угадать, какой ответ ожидает от него учитель. И это, в общем, на самом деле не способствует читательскому развитию. Так вот, они сказали, что если мы покажем, в каких отношениях находятся вопрос и ответ и какие реальные действия должен сделать ученик, то есть откроем процесс, сделаем его транспарентным, показав те когнитивные процессы, которые лежат в основе, то мы поможем именно обучению понимания текста. Вот вы видите перед собой весь этот текст, который я вам прочитала целиком. Вот все три абзаца, которые есть. Так каковы же отношения между вопросом и ответом? Значит, мы задаем вопрос, так где же ответ? И оказывается, ответ может быть либо в тексте, либо в голове читателя. Где же он может быть в тексте? Он может быть в одном предложении текста, вот прямо там в одном предложении текста. Либо ученику нужно сделать достаточно сложную умственную операцию, собрав ответ из разных частей текста. То есть у нас работает с вами умственная операция сбора информации. Значит, в первом случае идет стратегия поиска информации, поскольку ответ в одном предложении текста. А во втором случае сбора информации из разных частей текста. Но мы не выходим с вами за пределы текста. Если же ответ находится в моей голове, то тогда у нас опять же две позиции. С одной стороны, это может быть частично автор, то есть частично в тексте, а частично в моих фоновых знаниях. Либо вопрос может быть такой, что он требует только каких-то фоновых знаний. Вот если вы проанализируете все ответы на вопросы, которые стоят в вашем учебнике, то вы будете очень сильно удивлены. Потому что мы провели такую работу и оказалось, что, кстати сказать, даже на разных предметах вопросы поставлены по-разному. Все информационные вопросы, как правило, самые простые кто, что, где, когда, это ответ в одном предложении текста. Их очень много в начальной школе, их очень много тогда, когда начинается изучение какого-то предмета. И дальше пропущены и собери информацию, и автор, и я. И дальше мы уходим далеко-далеко в небо, сразу в фоновые знания, а что ты знаешь про Мексику, а что ты можешь сказать про то, что ты можешь сказать про то. Кстати сказать, в учебниках по литературе наши литераторы, это как раз очень любят сразу вот этот вариант второй в голове читателя. Все вопросы сразу начинаются автор и я. Это вот как раз и есть интерпретация текста. То есть большинство вопросов идет сразу на интерпретацию. Но тогда не надо на свеге спрашивать ни про туфельки, ни про цвет, ни про что другое. Потому что конкретная информация, она непосредственно в тексте. И вот это вот второй put-out-together, то есть когда мы собираем информацию вместе, это как раз самое такое требование, которое требуется сегодня в профессиональной деятельности, когда из текста надо собрать много информации и дать ее в очень сжатом, коротком виде. Так вот, смотрите, я распределила эти вопросы, я распределила эти вопросы, вот все вопросы, которые там вперемешку у вас были в самом начале, на вот эти вот четыре группы. И тогда у нас получилось. Если я к этому вопросу, к этому тексту задаю вопрос. What river did Lewis and Clark follow in the spring of 1804? Значит, по какой реке они плыли? Помните, в Суре. What was the goal of the journey? Какова была цель? Опять же, есть в тексте. Открыть новые территории. Соединяем. How long did it take Lewis and Clark to complete their explorations? Помните, вышли в 1804, вернулись в 6, значит, два года. Why did the explorers keep journals during their travels? Зачем они вели журналы? Ну, чтобы найти название тем растениям и животным, которых они встречали. Author and me. Who sent Lewis and Clark on their expedition? Кто послал их в эту экспедицию? У нас нет ответа на вопрос, но в тексте есть указание, что по прибытии они докладывали о результатах президентов. Ну, значит, логично предположить, что президент или его администрация и отправили их в это путешествие. Why was trying to communicate with the Native Americans a difficult process for them? Почему общение с, ну, как они теперь тоже называются, исконными американцами, то есть индейцами, было трудным процессом? Ну, потому что они не понимали друг друга. Все на своем языке говорили, эти античане говорили на своем языке. И дальше, on my own. Why did Lewis and Clark use Native American terms for many animals and plants they encountered? Почему же они использовали вот те слова, которые вы видели, написанные другим шрифтом, курсивом? Это как раз потому, что это термины, которые употребляли индейцы. это из их наречий. How do you think the Native Americans felt about the expedition? Ну, и как они чувствовали по этому поводу? Ну, раз они их не убили и не съели, то значит, уже нормально у них все прошло. Теперь, прежде чем чуть-чуть поговорить, к сожалению, у нас уже заканчивается время, чуть-чуть еще поговорить, дальше нам необходимо кратко вспомнить те уровни владения иностранным языком, которые на сегодняшний день приняты в этой системе. Ну, в разных учебных заведениях по-разному, есть европейская шкала, есть наша отечественная шкала, ну, в общем, в любой ситуации мы говорим о ABC, A имеет первый и второй, A1, A2, значит, базовый начальный уровень, B1, B2, B2+, это средний, вот pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, и C1, C2, продвинутый, профессиональный, экспертный, опять же, они называются по-разному. Я хочу обратить ваше внимание вот на этот вот B1 или пороговый уровень, pre-intermediate, который для нас самый важный. В основном учащиеся заканчивают школу вот на этом уровне, и, соответственно, вот на B2, они заканчивают высшее учебное заведение. Поэтому и вот на этом пороговом уровне мы начинаем серьезно читать. Значит, обильное чтение доступных по уровню владения иностранным языком книг для нас крайне важно, потому что если много читать в течение длительного периода времени, то есть всего процесса обучения и дальше, то понимание улучшается. Значит, с чего мы начинаем? Конечно, можно с адаптированной литературой. Опять же, она должна быть по возрасту, по интересам, на начальном и пороговом уровне. Что такое много читать? Много – это одна книжка в неделю и 5-6 книг каждого уровня, потом мы несколько усложняем. Что мы читаем? Разные жанры. И мы усложняем в среднем за учебный год проходим 2-3 уровня. Сколько это необходимо читать? Более 11 страниц в день. Запомните эту цифру. 11 страниц. Значит, 11 страниц в день только сохраняет тот уровень, который нам необходим. Нужно читать чуть больше. Значит, что нам мы хотим на пороговом уровне? То есть, когда учащиеся заканчивают школу и начинают высшее учебное заведение? То есть, они должны уметь свободно читать книги 5-6 уровня адапташки и переходить на легкую литературу в оригинале, соответственно, их возрастам и интересам. Вот это та вершина, которую мы ставим для обучения в области чтения. Это вот подсказки для родителей. Значит, экстенсивное использование таких приемов, как заметки на полях, подстрочники, толкования и так дальше. То есть, те, которые помогают догадке по контексту. Разрешите учащимся работать с книгой и карандашом делать там пометки. Чтение студентов начального и порогового уровня существенно отличается на родном и иностранном языке. А чтение на высоком уровне владения иностранным языком наоборот приближается к тому, как человек читает на родном. Лингвистические особенности языков тоже влияют на понимание. Чем дальше языки, но английский и китайский очень далеки, тем труднее обучение проходит. Английский и русский хорошо вместе сочетаются. Лингвистические особенности языков больше влияют на чтение детей, чем подростков и взрослых. Ну, это понятно. Дети у нас, конечно, больше подвержены всяким трудностям. Подсказки для родителей. Обильная практика чтения, многократная, не менее трех раз чтение текста дома. Начинает получаться чтение, когда ребенок читает каждый текст дома не менее трех раз. Запомните это и никогда не удовлетворяйтесь однократным чтением. Ну, идеально, если его научили в школе эффективным приемом работы с текстом, то есть самым разным. Обязательно нужно знакомиться социально-культурным фондом текста и для этого использовать интернет, чтобы они знали про содержание текста максимально все, что только можно. Соответственно, обильное чтение улучшает и технику чтения и понимания текста. Не забывайте все время хвалить, признавать и оценивать успехи в области чтения и сочетайте чтение с листа и чтение с экрана. Не думайте, что если ребенок читает с экрана, это только хорошо. Это очень спорный вопрос. Пока мы настаиваем на том, чтобы чтение было сочетаемо и с листа, и с экрана. Теперь что читать? Говорим, что то, что мы читаем, не менее важно, чем то, как мы учим читать. Вот я уже упоминала наше исследование, книга, которая повлияла на нас, книга, которую вы хотите обсудить, книга, которую вы рекомендуете для обсуждения. И там у нас получились группы читателей, о которых я вам уже говорила. Вот сейчас очень быстро, в заключении, я просто пробегу по тем слайдам, на которых вы увидите книги, которые мы получили в данном исследовании. Значит, одной из самых читаемых книг на сегодняшний день в тех, кто уже хорошо владеет английским языком, вот является The Lord of the Rings Толкиена, да, Властелин колец, пользуется очень большой популярностью. Вообще хочу сказать, что все эти философские сказки в большинстве своем фэнтези занимают самое большое место. Среди взрослых также вот Nonfiction, Carnegie, как получить друзей и влиять на людей. Детский репертуар, детская, юношеская, взрослая литература. Ну, вот вы видите Пеппи Длинный Чулок и еще среди нашей литературы Солженицын ГУЛАГ. Поэзия тем не менее представлена, ну, конечно, вы понимаете, что многие назвали и Евгения Онегина, которого они якобы там в возрастном возрасте, ну, было двухсотлетие Лермонтова, поэтому вышел и Лермонтов, герой нашего времени, тем не менее, назвали и Анну Ахматова, и Гарсии Лорка, и Есенина. То есть есть он у нас. Эта литература историческая тоже она есть, очень немного и, скажем так, связанная в основном с изучением истории, но все-таки она присутствует. Теперь вот показываю зарубежная литература и отечественная литература. Ну, чуть-чуть вышла отечественная литература, но это вот вариант 18-го года, а до этого у нас всегда выходила на первое место зарубежная литература. Вот еще раз книги, которые повлияли на читателей. Два капитана, маленький, это на русском языке, Два капитана, маленький принц и Овод Войнич. Овод Войнич почему-то опять стал очень популярной книгой. Женщины, конечно, назвали «Унесенную ветром», «У мужчин», ну, это, понимаете, юристов много спрашивали, это братья Карамазова. И преступление, наказание. Вот повлияли с левой стороны, вы видите, хочу обсудить в середине, рекомендую с правой. Вот значимые книги возраст 15-19 лет. Самые повлиявшие 13-15 лет вот две книги из зарубежной литературы. «The boy in the strange pajamas» и «Благословите детей и животных». Более старший период. У нас получилось, я вам говорила в тот раз, что самый читающий человек в нашей стране на сегодняшний день это женщина в возрасте 20-29 лет, но в основном постаршего, 29-28-29 лет, с высшим образованием. Вот книги, которые они назвали. До 15 лет тоже у нас дети отвечали на вопрос, вообще времени нет, а так рассказала бы вам про очень интересный феномен Робинзона Круза, который вышел на первое место. Был назван Робинзон Круза в достаточно большом количестве анкет. Вот повлияло мальчики, повлияло девочки, хочу обсудить книги. Какую книгу порекомендуете? Вот они названы книги, вы видите, тут Стругацкий, тут «The wave», ну в общем, видите книги, которые есть. Повлияло женщины, «Мастер Маргарита», как всегда, выходит на первое место, «Маленький принц», Дориан Грей, Гарсия Маркес, «Унесенные ветром». Вот уже более серьезная литература у мужчин, братья Карамазовы, Толкиен, опять же, Дориан Грей, но здесь у нас Орвел очень популярен, и «The Lord of Lies», это властелин, забыл, «Муха» по-русски. Хочу обсудить. Вышла вдруг «Catcher and the Rye», как это со мной, а здесь уже все достаточно Брэдбери, Анна Каренина у женщин, и так дальше. Ну вот, все те же книжки, которые я уже назвала, в разных вариантах. Есть «Американская трагедия», есть «Мартин Иден», «Джек Лондон» у молодежи стал популярен. И поэтому, заканчивая, читайте, дорогие мои, на всех языках, и это сделает нас счастливыми. Большое спасибо. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Я так понимаю, что у нас уже с нами попрощались, так что закачиваем наши с вами уважаемые друзья, ну вот я успел на окончание вебинара, поэтому завершая его традиционным образом, спасибо всем, кто принял участие в вебинаре, двойное спасибо нашей сегодняшней ведущей Наталье Николаевне за очень интересный вебинар. Запись сегодняшнего вебинара появится на нашем видеоканале, скорее всего, где-то сегодня, ну ближе к ночи, завтра точнее. Вот. Жду вас на новых вебинарах Директ Академии. Спасибо вам за то, что вы к нам приходите, приходите еще, будет интересно, будем звать интересных спикеров. До новых встреч с Директ Академией, до свидания и хороших вам выходных.